Пудовик И Дуня готова была бежать с кузнецом в лесок и сорвать там лопушок Песня тешила, сближала, окружилась в памяти, пьянила и обещала Все так и случится, как в песне Надо только быть отчаянной и суметь убежать с кузнецом из отчего дома А в отчим доме бывало, как престольная гулянка Так папаша, хватаясь и потрясая мошной, милуется с алевтиной Не раз папаша, не корысти ради, а потехи Призывал на гулянки неудачливую в науках дочь И заставлял плясать перед гостями, песни петь Куражи устраивал, он все мог, бурлил силой и диким норовом Похвалялся, что сожрет всю округу Он видел себя единым владыкой во всем Минусинском уезде Куражился, куражился папаша, Дуня танцевала, танцевала Хмельные гости пялили на нее желтые бельма Слюнявили кислыми губами, причмоковали точно Пробовали Дуню на вкус, запах, похваливали Красный от вина, Елизар обнимал свою полюбовницу И, ничуть не стесняясь дочери, приговаривал Давай, давай, Дуня, покажи себя Не схимницей будешь, умудряйся, покель я жив и в силе И сила папаши стягивала Дуню по рукам и ногам, как стальными прутьями А благочестивая маменька, насмерть перепуганная Не смела нос высунуть из горницы Отстаивая долгие молитвы перед иконами Ни мать, ни дед Юсков, никто не пришел на помощь Дуне Лучинушки, а Лучинушку гнули Как-то в одной из комнат в разгар оргии Миллиончик ухоздвигов Наскочил на Дуню, схватил ее лапищами И бородатой пастью закрыл ее розовый невинный рот С этого и началось Все кружилось, пело, хлебало, вино орало И не было ни чуру, ни удержу Юсков справлял свои куражи В одну такую рождественскую ночь Когда в доме с папашей пировал ухоздвигов Со своим пайщиком Урваном Совершилась помолвка Отец сказал, что Дуня выйдет замуж за Урвана Свинячьи глазки Урвана бесстыдно раздевали Дуню Сатанинские руки щупали ее тело А папаша, развалясь, половнаженная лифтиной на диване Босой, медвеже ступой В исподней рубахе, распахнутой на волосатой груди Делал вид, что не замечает, как Дуню ухоздвигов с Урваном Зажали между коленями Нашептывали ей, что она будет купаться в золоте Выезжать на тройки рысаков Минусинск, Красноярск и Вачинск Форсить на всю Енисейскую губернию И дальше до Семипалатинска и Урала Она не могла отбиться от пьяных скотов В голове у нее шумело от вина И похотливые купели Щеки жгло, как огнем Она продана, продана Урвану, Урвану, Урвану Он будет измываться над ее телом И миллионщик с ним, сам папаша сказал Что отхватил пай в ухоздвиговских владениях Прииск разлюлюевский поделили пополам Золото-то сколько, золото Век не вычерпаешь Они еще раздуют кадила Заведут на приисках гидравлику, как у американцев А Дуня решительно ничего не понимал К чему ей гидравлика, прииски Свинячие глаза Урвана Бородатая пасть ухоздвигала Рожи были противны Пасть рыгала алкогольным перегаром Бежать бы, бежать бы Куда? Мамонт-головня Где он, кузнец? Не помня, как Дуня вырвалась и бежала прочь Из дома в одном шелковом платье Стоял рождественский мороз Белую елань кутала мгла Она бежала, бежала, не чувствуя мороза Улица то качалась под ногами, то проваливалась И Дуня куда-то падала в яму Я пьяная, пьяная Пусть-пусть, твердила она себе Не подумав даже, что скажет кузнец Что он подумает, когда увидит пьяную Кузнец до того растерялся При виде Дуни Юсковой Что слова сказать не мог Стоял перед Дуней голова под потолок И смотрел на нее сверху вниз Увезите меня, увезите, увезите Лопотала Дуня На загнетке жарко пылали Смолевые полежки Избенка без горницы, кровать у двери И лежанка возле печи Трем не повернуться, до того тесно Увезите, увезите Но куда мог увезти Дуню Юскову Мамонт, головня, ссыльно поселенец Чья-то борода пыхтела, ворчала Предостерегая мамонта головню Что беды не берешься, если Юсков явится За Дуней А сама Дуня не могла собраться с духом И сказать кузнецу, что она пришла к нему На всю жизнь И пусть он защитит ее, увезет из белой елани Да и мамонт головня не подумал о том, куда там Чья-то борода подталкивала мамонта Видимал девку, не ровен час Хватится Юсков И головня предложил Дуне не любовь свою и защиту А козлиную полудожку с вытертыми боками Чтоб Дуню не прихватил мороз Дуня сникла, немела Ни слез, ни откровения Когда вышли из избы в сени Дуня задержалась возле двери Прильнув к мамонту головне К тебе пришла, к тебе Шептала она ему Меня заурвана, папаша выдает Заурвана Продали меня, пропивают, пропивают Господи, спаси меня Век с тобой буду, спаси Продолжала девушка в отчаянии Но что он мог поделать, головня А Дуня, Дуня грезила Как ее выкрадет головня И как они умчатся на тройке из белой елани Будет погоня, будет Но головня сыщет самых быстрых коней В гривах ленты развеются по ветру Они будут мчаться, мчаться Как птицы трактом в Минусинск Гони, гони, емщик, гони, гони Шептала Дуня в подушку И сердце ее билось радостно и весело Как будто она мчалась в некую благодать Называемую счастьем Грезы, грезы, девичьи Сказки-незабудки и явь каменная Не так ли мечталась сестре Дарьюшки? Притихла Дарьюшка, мучила совесть Щеки впали, ходит по дому сама не своя Все кусает и кусает ногти На другой день из Уренхая приехал отец Дуня спряталась в горнице Ждала, когда подготовят Крутого характера Елизара Елизарыча Но не сумели подготовить Освирепил, узнав, что замыслила дочь До архиереи дойдешь Кричал он на весь дом Я тебе, но не покажу Такого архиерея, что сидеть не на чем будет Жестоко, как не бьют лошадь Отец истязал Дуню Выгнал всех из горницы И, повалив дочь на пол Волочил ее закосы из угла в угол Батушка, спасите! Вопила Дуня Мать стояла перед иконами Рыхлая, высокая, истово молилась Сам дед Юсков, угрюмо насупясь Покряхтывал на лавке Пережидая бурю Батюшка, заступитесь Сеть убьет он Дуню-то Просила мать деда Все от бога, невестушка И свирепость и милась Нешуточное дело Убегла от мужа-то Сколь приданого дали? Дарьюшка ломилась в горницу Но не могла открыть На дверях надежные крючки и запоры Папаша, папаша Бейте меня Меня лучше Кричала Дарьюшка Долго еще раздавался Истошный вопль Дуни А когда распахнулась дверь И отец, сверкнув цыганским глазом Оттолкнув прочь Дарьюшку Вышел из избы Все кинулись в горницу На узорчатых половинках Лежала ногая Дуня Наливаясь синюшными кровоподтеками Будьте вы все прокляты Проговорила она С трудом поднимаясь на руки Губы ее были разбиты В кровь и вспухли Будьте вы все прокляты Век буду мстить вам Зависть пятая Жизнь в белой елане Как хмель в кустах чернолесья Скрутилась в тугие узлы Идешь и не продерешься В зарослях родства И староверческих толков и согласий В дикотравье поймы молтата И днем сумеречно Кусты черемухи и вника Топольника заслоняют солнце Внизу дурнина не впроворот Смородяжник, малинник, черничник, богульник Блеклые стебли в рост человека и выше Будылья пучок в руку толщиной Все это держится так цепко друг за друга Что путнику, чтобы пробиться Камылу или молтату Приходится разрывать дикотравье Руками, плечами и головой Хмелевое витье Перекидываясь с куста на куст Захлестывает, как удавками Так и жизнь в белой елане Запуталась, очерствела Шла, как муть В подмытых берегах Редко кто из приезжих Мог прижиться на стороне Иржаков староверов Не взлюбят юсковы, выживут Немытьем так катаньем Косов взглянут Ядовито на смешливые лолетины Не жди добра Не успеешь оглянуться Как прозвище схватишь Не угодишь мызниковым Беги, не теряя ни минуты Но как и в чещобе нет куста Не кидающего ветви по-своему Так и в зарослях родства Каждая семья со своим нравом Установлением и традицией Есть какая-то отметина Наподобие родимого пятна На каждом кусте фамилии В характере Вавиловых Припечаталась угрюминка Взгляд из-под лобья Недоверчивый, сверлящий, вдавливающий Юсковы народ богатый, гордый Но туговатый на хлеб-соль Ем свой, а ты на ногах постой Боровиковы люди особого нрава Круто замешанные и долго печеные С отвердевшей подовой окалиной Про них говорят С Боровиковым столковаться Что с татаргорою потягаться Хитрые валявины брови на лоб С виду полнейшее недоумение И простодушие А копни, потаенная хитрость Лисья настырность И кошачья дотошливость Семье катаржанина-зыряна Свойственны прямодушие И заполошность Вся белая елань Делится на две половины На кержачью, прозываемую стороной Придивной И поселенческую Щедринку Стороны, как небо с землею Никогда не сходятся друг с другом На тропах за околицей В летнюю пору встречаются медведи Сытые, ленивые и трусоватые Подойдут, понюхают воздух Рявкнут для остраски И поминай, как звали У кержаков дома Пятистенные Прокаленные солнцем С шатровыми крышами Глухие ограды Увенчаны резными воротами В лиственных столбах С узорчатыми карнизами Где издревле вьют гнезда Скворцы и ласточки Что ни дом, то крепость В оградах Охотничьей собаки Не подступись Никто из кержаков Не белит внутри Все красят Не то в щедринке Здесь нет ни глухих заплотов Ни домов Из старых лиственниц Строились лишь бы поскорее Живут здесь бедняки Смоленщины, Черниговщины Екатеринославщины, Орловщины И каждая семья Перебивается с куска на кусок Зато ребятишек На стороне щедринки Как цветов на лугу Вешнюю пору На межеумке двух сторон Поставил кузницу Поселенец Трифон Прозванный переметной сумой Кузница большая Просторная На два горна От зари до темна Не потухают горны Куют, наваривают Оттягивают лемеха Ремонтируют молотилки Веялки Жадкие сенокосилки Работы хватает В напарники к Трифону Пришел ссыльный Из стулы Мамонт Петрович Головня Молодой парень Гвардейского роста Слесарь и кузнец Он сразу же Преобразил всю кузницу Поставил новый горн Добыл слесарные инструменты И кузница Трифона Прославилась на всю волость Сюда и понаведался Тимофей У жадки возле кузницы Возился Головня Тут же сидели мужики Кержаки отдельно У станка для ковки лошадей Поселенцы топтались у двери Из кузницы доносился Тяжелый стук молота Знакомый запах Сженого железа Древесного угля Сиплые вздохи Раздуваемого меха Словно втянули Тимофея Внутрь кузницы Сумрачный лохматый Трифон И молотобоец Изо всех сил били По раскаленному куску стали У наковальни Лежали готовые лемеха Три или четыре топора Отдельно склепанной литовки Ну что надо, парень? Спросил Трифон Сунув остывшую болванку в гор Гляжу, какая кузница Чего глазеть? Кузница, она не икона Чтоб на нее шары пялить До ребра ей просматривать Дело какое есть, толкуй Нам некогда Не мельтеши зазря Хочу работать у вас, если примете Трифон пригнул голову Подкинул красную бороду ладонью От шеи вверх Закрыв себе рот, как медной лопатой Эва По которому поводу? Законократство, аль политику Политический Эва Напарник мой тоже за политику И ты еще Немного ли на одну кузню? Не разопрет? Урядник моментом прихлопнет Молотобойцам хош? Кузнецом Трифон поглядел на Тимофея Из-под лобья потом косо Так одним прищуренным глазом Робил где? В депо С которой стороны понимать Какая там работа? Паровозы ремонтировали Кузнечная работа разная Эй, головня! Подь сюда и заорал Трифон Вскоре в кузницу вошел головня Прямой как столб В холщовом фартуке С засученными рукавами рубахи Гляди Кузнец новый объявился Из политики Как кумекаешь? Спытаем, а? Гляди сюда Видишь вот эту штуковину от жатки Вышло из употребления Надо такую же отковать Тютелька в тютельку Становись на мое место И дуй меха Теб в горло Скуешь? Становись рядом за наковальню Места на четырех хватит Работай семерым не провернуть Как думаешь, головня? Спытаем? Давно пригнали Подошел головня Тимофей ответил Позволь, на пять лет По месту рождения Из поселенцев Снорожил удивительно Из чьей фамилии, извиняйте Боровиковых Это не из тех, чей дом На конце большака И когда Тимофей подтвердил Что он именно из того дома Кержаков У головни От удивления Распахнулся рот Как окошко скворечника Какими же судьбами Кинула вас в политику Долгая песня А, понятно В политическом деле Коротких песен нет В тюрьме сидели Но Не понимаю Кержаки что Казаки Государева крепость И вдруг политика Ничего подобного Возразил Тимофей Не все кержаки Государева крепость Настоящие раскольники Поморцы Никогда не молились За царя Мой пращур Вместе с Пугачевым Воевал Боровиков Боровиков А что Значит За молитву И в тюрьму Тимофею не понравился Разговор головни И он запальчиво ответил Что арестован был Не за молитвы А за нелегальную Марксистскую литературу За манифест Карла Маркса И за стачку рабочих в депо Ну становись парень Отошел Трифон От наковальни Про политику с мамонтом Опасля поговорите Болванка подоспела На мой фартук Тимофей сперва Орабел Будто ему предстояло Выдержать трудный экзамен Натянул на себя фартук Взялся за клещи Вытащили огненную болванку Из горна На наковальню От первого удара Брызнули искры Осыпалась окалина Рука привычно Вздымала и опускала Молот на поковку Молотобой Сбухал тяжелым молотом Тимофей одной рукой Зажимая клещи С поковкой Второй малым молотом Правил поковку Он не видел С каким вниманием Приглядывались к его работе Трифон, Головня И мужики Застрявшие в дверях После козьбы Молот казался легким Невесомым Удивительно привычным Будто Тимофей Не расставался с ним Ловок холера Кряхтел Трифон Эка играючи дует Муха ему в горло Парень и шо А натарен И глаз сепки Ишь как Без подогрева Закончит должно Молочага Давай-давай Закончив поковку По указанному образцу Тимофей спросил Можно ли еще поработать Погоди, парень Шибко-быстрый Остановил Трифон Покумекать надо Как и что Кузня моя Не задарма досталась Екре ее Струменты Все такое и прочее Подать плачу Подходявую То-се, пятое-десятое У нас с Головней Особливый уговор Как значит мы сработались Ну, а тебя С какой стороны пристроить На притычку к нам Или как Негоже Молоток к наковальне Приткнется И тут же отскочит То и оно Мухите в горло Думаю так Становись и робь У второго горна От выработки Половина мне За кузню Струмент Так и за молотобойца Андрон в силе Управиться на два горна Прикину ему Сколь полагается И ладно От такой длинной Обстоятельной речи Трифон взмок И раза два Вытер рукавом рубахе Потное лицо Будто час без продых Убил тяжелым молотом Головня Хитро щурил Узкие зеленоватые глазки Покручивая в пальцах Стрелки рыжих усиков Ну, черноземное силище Думал Головня Вчера ходил без штанов А сегодня полнейший Эксплуататор За такую выкладку Надо бы Трифона Головой пхнуть в горн И ополить ему бороду С половины Так с половины Согласился Тимофей Трифон От удовольствия Просиял По рукам стал быть И протянул Тимофею Широченную Заскорузлую ладонь Уговор паря Дороже денег Завтра приходи И начинай Когда Тимофей Вышел из кузницы Головня Остановил его Ну, каков космач Кивнул головой на кузницу Кузнец из него Как из-за глобки подкова А гляди Какую эксплуататорскую линию гнет Он же до моего прихода В кузницу подкову Отковать не умел Переметная сума Ишь, струмент Этого струмента У него было Дырявый мех Да клещи с молотком Я тут за два года Вложил силу И кузницу перестроили И оборудовали Два горна И весь инструмент Выковал собственными руками Садись, покурим Я не курю Головня Коротко хохотнул Понятно, извиняйте Как это киржаки говорят Кто табак курит Тот бога Из себя турит А ну дайте попробовать Попросил Тимофей Заливаясь девичьим румянцем Головня усмехнулся И подал Тимофею кесет С крепчайшим самосадом Э, парень Не в ту сторону Крутишь цигарку Такая манера Называется бабьей Крути от себя А не на себя Потому мужчина Как и полагается Силу отдает от себя А женщина В себя берет Ты с какого года? Девяносто пятого На четыре года Моложе меня Садись потолку Меня зовут Мамонтом А ты, Тимофей Подходящий А вот скажи, пожалуйста Какая дикая идея Ударила в голову Моего папаши Когда он окрестил Меня Мамонтом А? В метрику Врубил имя Канали Комплекция моя Понятно не карликовая Таков и папаша Мастер тульского Оружейного завода Слыхал, как наш левша Подковал блоху Мой папаша Из той породы Собирался подковать гниду От первой затяжки Тимофей задохся Будто хватнул Ковш спирта Кровь ударила в голову В глотке перехватила И он, вытирая кулаком слезы Закашлялся Не идет мне Курева Кому оно идет? Все так начинают Мне тоже, браток Тульская тюрьма Ударила в нос Очумел даже Его, не спертый воздух И арестанты Насмерть похожие Ну, думаю, пропал Не идет мне тюрьма А ничего, претерпелся Тоже за стачку И за литературу Похуже Баклана не сумел уложить Баклана? Тульского губернатора А что он? Подлюга Нарвался на него Распушил меня, как воробья Вообрази себе такую штуковину Тульский архиерей Как бы тебе пояснить? Ну, вроде мой сродственник Двоюродный дядя, что ли Потянуло меня Переломить его На две половины Писал На его доме Разные прокламации Разоблачал Долгогривого Во всех тайных грехах Какие мне известны были И про которые Я сам догадывался И пошло Куда архиерей? Туда и я В соборе раз Во время литургии Кричу во всю глотку Эй, Иуда До каких пор? Говорю Будешь омрачать туманом народ Не верьте архиерей Он проходимец И еще что-то в этом роде Губернатор Рожа свирепая Глаза ворочаются Как у филина Расспросы, допросы Молчу Ну, поволокли в участок На другой день Является отец Эх, милок Да чего ж тяжелая рука У папаши Сунул разок Я в стену влип И дух зашелся Дал он мне Родитель памяти Все перенос, милок Вот и родилась у меня мысль Порешить баклана То есть губернатора Вторым номером Самого архиерея Достал я револьверину Смит-Вессон-Ямщицкий Из него не то что Губернатора коня Уложить можно Неделю выбирал Удобный момент Дождался Выехал губернатор В открытой пролетке Приложился я И давай садить в него Пулю за пулей И хоть бы царапнул Мимо Ну да не в том беда Как потом узнал Стрелял не в губернатора А в его старшего брата Какой приехал к нему Гостевать из Петербурга Понятно Схватили меня Носовали для первой радости А потом следствие Тюрьма и суд Три года каторги Досылка В места отдаленные И малопонятные На карте После каторги Припроводили в Омск Поступил там В депо кузнецом Как и ты Не успел прижиться Как произошел Ленский расстрел И опять я дружок Восстал за справедливость Припаялся там К одной группе ребят Да не успели мы Работу развернуть Схватили нас Как миленьких Тут уж пошел я Как политический На вечное поселение В Енисейскую губернию Тимофей спросил К какой партии Принадлежала та группа ребят В которую вошел головня В омском депо Откуда мне известно Развел руками Мамонт Петрович Я дружок не особенно Вдавался в политику Главное Чтоб за рабочее дело И меньшевики За рабочее дело Какие меньшевики? Какие откололись От нашей партии РСДРП Наша партия Сейчас зовется Большевицкой Друг Головня выпустил Дым колечками Перед своим носом Наблюдая Как уродливо Растекались в воздухе Дымовые кольца Продолжил Наслушался я парень Про разные партии Сидят в камере За решеткой И грызутся У того партия Такая-то Самая первейшая У другого такая Самая рабочая Шипят Пенятся А то еще и за грудки И схватятся А по мне Человек должен быть Сам себе партия Возьми хотя бы солнце Как думаешь Какой партии Оно принадлежит? Само себе светило Так и человек Светиться должен Как солнце Эксплуататоров К ногтю Губернаторов И всех долгогривых Ко всем чертям Что еще нужно? Как же ты Эксплуататоров Прижмешь к ногтю Поинтересовался Тимофей Там будет видно Дай время Помолчал На две затяжки Спросил Какое соображение Имеешь насчет войны? Тимофей сам Не ведал Какое он имеет Соображение Война налетела Неожиданно К кузнице Подошел Зирян Тот самый Про которого В Белой Елане Говорят Без Бога В раю проживает Тимофей Протянул руку Зирян Ну покажись Покажись Эка я Ты гляди Мамонт Какое пополнение Прибыло А? Ждал тебя Тимоха Что ж ты А? Забыл Про мои сказки Пабаски И про шанги Ланюшки? Нет Конечно Тимофей Не забыл И тетку Лукерью Помнит Жену Зиряна И департамент Политики В котором Когда-то Зирян Поучал Тимку Что Бог Существует Только для Ущербных И постных Людей Говорят Кузнецом Стал Спросил Зирян Далеко Мне до Настоящего Кузнеца Ишь ты Муха Тебя в горло Схромничает Прогунел Трифон Ну а Прокопий Веденеич Как? Стерпел? На красную Лавку Заказал Не заглядывать Вот-вот На красную Лавку Не сметь И к посуде Не прикасаться Захохотал Зирян А ты Давай ко мне Все лавки В твоем Распоряжении Хоть на красную Хоть на синю И садись И ложись Пойдем Пойдем Ланюшку Порадуем В доме Зиряна Постоянно Квартировал Кто-нибудь Из ссыльных За политику Нескончаемые Разговоры И споры Про дела В Российской Империи Взбадривали Зиряна Как добрая Трубка Самосада Которую Он не выпускал Из зубов Одна из Горниц Большого дома Где обычно Поселялись Ссыльные Так и называлось Департамент Политики Одно время В пору детства Тинки Боровикова В департаменте Политики Обитали Народовольцы Откуда-то Из недр Белоруссии Их навещала Ссыльная Девица Той же партии Тонконогая С тонкой шеей Похожая На захудалую Гусыню Все трое Прибыли По этапу Из Могилева И часто Пели Грустные Песни От них Зирян Набрался Атеизма По самые Ноздри Чуть выше После Народовольцев Поселился В департаменте Политики Человек Бывалый Некий Вахрушев Социалист Революционер Каждый раз Начиная Разговор С хозяином Вахрушев Поучительно Изрекал Мы Социал Революционеры Действуем Прямо И точно Пуля В лоб Каждому Тирану Зирян Про себя Крестил Вахрушева Солитером Квартиран Все время Жаловался Сосет Меня Солитер Терпения Нет Льду Льду Хозяюшка И глотал Лед Пусками Вахрушев Прожил Что-то около Двух с половиной Месяцев И сбежал Вслед за Тающим Снегом Его место Занял Портной Яков Петержинский Сам себя Отрекомендовавший Справедливым Бундовцем Азырян Переименовал В Бубновца Портной Остался в Белой Елане Открыл свою Мастерскую Женился на дочери Поселенца Мурашкина И теперь его Ножная машина Зингер Стрекочет На всю Белую Елань До мамонта Петровича Головни В департаменте Политики Проживал Тихий Социал-демократ Давид Граник Человек Вежливый Предупредительный Начитанный Воды Не замутит В доме Но как только Подселился К нему Кузнец Головня Так сразу же В горнице Произошел Взрыв Головня Что-то орал Про пустопорожные Посудины И рушил Всех Социалистов А под конец Ссоры Вежливый Человек Граник Выскочил Из горницы Как из парной Бани Красный Перепуганный И не объяснившись С хозяином Собрал свои пожитки И переехал жить К поселенцам В щедринку Зырян Попробовал Сойтись На короткую ногу С мамонтом Головней Но тот Поднес к его носу Пудовый кулак И процедил Сквозь зубы Понюхай Чем пахнет Тут вся моя политика Ясно? Бери с меня За стол За квартиру А в душу Ко мне Крючков Не закидывай В моей душе Рыба не плавает Понятно? И поставил Перед носом Зыряна Указательный палец Как высочайшую Вершину Своей мысли Вскоре Головня Притащил В горницу Два портрета Налакированной Жести Государя-императора Николая II И Иоанна Кронштадтского Дня не прошло Как Головня Выпросил У Зыряна Ружье С заряженными Патронами И захватив С собой портреты Из жести Завернутой В мешок Ушел В пойму Малтата Когда на другой день Улучив момент Зырян заглянул В департамент Политики И вытащил Портреты Из мешка Глазам своим Не поверил Грудь Николая II Была пробита Тремя пулями Иоанну Кронштадтскому Досталась Одна Самому Головне Зырян Конечно Ничего не сказал В следующее Воскресенье Головня Снова взял Одноствольное Ружье Хозяина Накатал Из свинца Пуль Зарядил Патроны И ушел В пойму Зырян С нетерпением Ждал Следующего дня И когда Головня Ушел В кузницу Зырян Позвал Лукерю Петровну И они Вместе Понаведались В департамент Политики Долго Искали мешок Лукеря Петровна Догадалась Заглянуть Под постель И там Нашла его Вытащила Портреты И ахнула На коронованной Особе Насчитали Девять дырок На Яане Семь Что будет То Что будет То Испугалась Лукеря Петровна Спрячь И помалкивай В молодости Зырян Побывал На каторге В ту же пору Жил он В работниках У Михаила Юскова Прижимистого Киржака День и ночь Работал на пашне А Юсков Хоть балты На ладонь Положил Ты парень Не суетись Урезонил Киржак От сатанинских Денег А кроме Порчи крови Ничего не произойдет Живи налегке Как Бог велит Изырян Хоть и не верил Вторную дорогу В рай Работал прилежно А Юсков Набивая карманы Деньгой Поучал бескорыстию Но вот Приключилась беда У Юсковской Племенной Игреневой Кобылицы Народился же ребенок Всем статьям Добрый приплод Рослый Грудастый Емкий Наперед Чуть веслозадый По всему рысистый Одна незадача Родился полосатым Словно зебра Вся шкура От хвоста до гривы В полосах Будто кто разрисовал Когда Юсков Сглянул на приплод Сперва удивился Но тут подоспела Супруга Галина Евсеевна К лихости Примета Сказала она Выпитив Жирный подбородок У Галины Евсеевны Кроме толстого Подбородка Была еще одна Достопримечательность Разноглазие Как говорится Один глаз В Казань Другой в Рязань Левый зеленоватый Как у кошки А правый Будто простоквашей Налит Чудище Небаба Какая же лихость Спросил Юсков Ты дурак Тебе ли знать Ты в Бога Одним глазом смотришь Если я толкую К лихости Знать так оно и есть И тут же Привела пример Как у ее батюшки Вот такой же Уродился же ребенок А через три года Перевелась вся живность И тятенька Вынужден был Переменить место жительства Ишь ты Поцарапал В затылке Михаила Юсков Жалко же ребенка Роспись у него Как вроде Под дугу С колокольцами Надо быть посему Бери, зырянка Твою живность Не переведет Ежели и освободишься От лишней живности За очкуром Тебе же в пользу Токмо упреждаю Кобылице Не подпущу зебру Бери и выкармливай сам Зырян взял жеребчика Кормил его молоком Из соски Выделанной Из коровьего В имени Холил Что малое дитя Мыл Скреб ему шкуру Жеребчик Рос-дорос Как на опаре Вся деревня Стекалась в ограду Зыряна Любоваться На полосатую оказию Мужики Прищелкивали языками Хвалили Судили Попробовал Зырян Трехлетка На вожжах рвет Что огонь в трубу Под ветер Ноздрями пышет Глазищами так и стрижет Не удержишь втроем Но, как говорится На ловца и зверь бежит Так и на бедняка Все беды и злоключения Случилось на троицу Гостевать в доме Михаила Юскова Золотопромышленнику Хоздвигову Узрил он полосатого жеребца Да и спросил у хозяина Чей, мол, красавец Это же, говорит, не лошадь А картина галереи Купца Третьякова Картин галереи Купца Третьякова Юсков, конечно, не видел И не слышал про них Но сказано-то кем Самим у Хоздвиговым На таком красавце К царским подъездам Санки подавать А не пыль в вашей улице мести Чей же это, а? Нельзя ли купить? Приставал у Хоздвигов Глядя в окно Даже у разноглазой Галины Евсевны Дув сперло Да, наша скотинка Выдавила она из себя Едва ворочая языком Ваш Что ж ты молчишь, пень березовый Обрушился миллиончик на Юскова Купить Немедленно купить Сию же минуту Миллиончик успел прикинуть Как он подъедет на таком жеребце К дому енисейского губернатора В Красноярске И как все будут удивлены И ошарашены Знай, мол, наших Это вам не четверка Орловских рысаков Иваницкого А полосатый Видывали такого В Африке только Да и то не лошади, а зебры Так что ж По рукам хозяюшка Обратился у Хоздвигов К Галине Евсеевне Сообразив, что иметь дело Придется с ней Ваш глаз Ваша цифра, милый Ответствовал Галина Евсеевна Умильно щурясь Три Бухнул миллиончик И провел пальцем Возле носа Галины Евсеевны Три круга Понять не могу Что же это обозначает? Эх, Бурятия Три значит три тысячи У Галины Евсеевны Глаза от жадности В цвете сравнялись Мыслимо или дело Три круга Три тысячи Это ж Бог знает, что такое Доброго коня Можно было купить за четвертную А тут три круга Миллиончик был крепко Под хмельком Потому и ломился в открытые ворота Да и норов У Хоздвиговский показать надо было Перед деревенской Бурятщиной Мишенька, поди Приведи зебру Да и по рукам Выпивайте, Могорыч А Зырянку Овцой одари Но три круга прошли мимо Галины Евсеевны Воздушными кругами Как узнал Зырян Что на его зебру Точит зуб у Хоздвигов Сел верхом на жеребчика Да и был таков Умчался С собаками не догонишь Вернулся он в белую елань Дня через три Без зебры Куда дел У кого спрятал Неизвестно Началась тяжба Галина Евсеевна Таскала Зыряна То к становому То к земскому Не помогло Зырян уперся как бык Мой жеребчик И баста И вот залегла злоба У Галины Евсеевны Худеть начала бабенка Что ни день То фунта На три убудет В весе Сам Михайло Юсков Тоже видеть не мог Зыряна Все грозился Снести ему голову Братья Зыряна Жили на прииске И те приставали К Зыряну Отдай мол Пусть чудит миллиончик Ведь деньги-то какие Не моя статья Мошной трясти И моль пасти Отвечал Зырян Живу Пью Веселюсь Отжил Вздохнул Ногой тряхнул И дух вон Зимой При первой пороши Зырян Дело улеглось Суд Отказал Юсковым А силой у Зыряна Не возьмешь Не то что зебру Но и пуговку от штанов Недолго горцевал По деревне Зырян На полосатом жеребчике Как-то ночью В апрельскую ростепель Грянул выстрел Зебру уложили В стойле конюшни Специально для нее Построенной Зыряном Пуля промеж глаз И копыта Откинул жеребчик Умно было сработано У стойки Лежал лосевый кесет Романа Валявина Вот, мол, кто убийца Судитесь Более всех сокрушался О гибели зебры Сам Михаил Юсков Так-то он вздыхал Качал головой Чмокал языком Что со стороны Жалко было смотреть Ловкая работа Сказал Зырян Когда возле зебры Собрался народ Дело было утром Не думай, Роман Иванович На тебя грех не кладу Да что ты, Зырян В роду Валявинах Убивцев не было А кесет-то, кесет-то Как попал сюда? Суетился Юсков Зырян отдал кесет Валявину С тем и разошлись мужики Зырян похоронил Зебру вместе со шкурой И запил горькую В Петровке вспыхнула Мельница Юсковых Дотла сгорела Одни жернова остались И те потрескались Бабы на дрессу Растощили полы натирать Спустя некоторое время Вспыхнула на дворе Михаила Юскова Один из работников Трошка зуб Поймал Зыряна На месте преступления Зыряна осудили На пять лет каторжных работ Вернулся он С гармошкой-итальянкой Таким же весельчаком Каким когда-то хаживал На Белой Елане До каторги Зырян остерегался трогать Придивинских девок И молодок А тут как сдурел То подмигнет То ущипнет То шипнет Круглое словечко От которого у молодки Кровь бросится в лицо И глаза заблестят Жила в ту пору На стороне Придивной девка Лукерья Круглова Дочь приискателя Петра Даниловича Мать Зыряна Сколько раз предостерегала сына Чтобы не заглядывался На богатую девку Да разве уговоришь, Зырян Пошел наперекор всем Встретится с Лукерей Подойдет к ней грудью Да и скажет Глаза у тебя, Луша Как огоньки шахтерские С такими огоньками Ты мне вот как по душе Потому в каторге Видел тебя во сне Иду по стволу шахты А внутри огонек твой Тема отогрела мою душу Моль таежная Смотри, как бы тебя Не укатали В киржатскую шубу Задохнешься от вони Истинный Христос Да ты-то чем соблазняешь, Зыря У тех хоть киржатская до шуба А у тебя что? Шаровары девка на двоих Хватит всю жизнь носить Плюнет девка в глаза Зыряны И пойдет дальше А тот вытрет плевок Закинет ремень Тальянки на плечо И пошел наяривать Когда бы мел золотые горы И реки полные вина Хоть ни того, ни другого Во сне не видывал Так уж устроена девичья душа Как не отплевывалась Лукеря От потешного Зыряна Обладателя Тальянки А все нет-нет Да глянет на него Карим глазом Будто мед вольет В мужика Катаржанина Если нет Зыряна Наведите